Расположение звёзд, каким оно было приблизительно 90 тысяч лет назад, демонстрируется на Зодиаке, украшающем потолок храма Хатхор в египетском городе Дендера. Причём Зодиак этот столь великолепен, что оригинальный потолок сняли и перевезли в Париж во время египетской экспедиции Наполеона I, а вместо подлинника уложили гипсовую копию. Друзья, экспедиция Наполеона I – это тоже один из самых таинственных воинских походов в истории, который, возможно, изменил нам историю. Ну или там фальсифицировал, или подложил, или наоборот раскрыл правду. Это вопрос вопросов. Астрологические символы Зодиака, как пишет британский уфулах Реймон Дрейк, согласно прецессии равнодействий, означают прохождение трёх с половиной больших циклов по 25800 лет каждый. Первоначально построенный храм давно превратился в пыль, но уникальный Зодиак был скопирован и посвященными, стремившимися сохранить это свидетельство глубоких знаний древних. Датировка в 90 тысяч лет потрясает в некие современные умы, привыкшие ограничивать историю цивилизации четырьмя или пятью тысячелетиями. Но подобные Зодиаки находили, кажется, и в храмах Северной Индии, и на вавилонских глиняных табличках. Существуют ещё так называемые царские списки. Любопытно, что у халдеев, семитских скотовуческих племён, небыто населявших в первой половине первой тысячелетия до нашей эры, окраины Вавилонии, тоже были так называемые царские списки, которые оперировали датами немыслимой древности. История шумеров, предшествовавших вавилоняновыми сопытами, согласно этим спискам, начиналось сотворение человека. В Библии речь идёт о десяти праотцах, если считать от Адама. У шумеров они назывались древнейшими царями, их тоже десять. Израильские праотцы отличались необыкновенным долголетием. Но Мафу Саилов век на фоне продолжительности жизни шумерских плодых кажется не столь уж большим. Согласно одному из таких царских списков, в котором фигурирует всего восемь царей, они царствовали 241 тысячу двести лет. Согласно другому, в котором упоминаются все десять, четыреста пятьдесят тысяч лет. После этого разразился потоп, но человечество возродилось благодаря выжившему праведнику Утнапиштиму. Возникла новая династия царей, которые их потомки воспринимали как богов и полубогов. В династии было 33 царя, которые в общей сложности правили 24 510 лет. После этого существовало ещё несколько далеко не столь долговечных династий, но история, которую наука ныне воспринимает всерьёз, начинается со смерти эпического героя Гильгамеша примерно в начале 26 века до нашей эры. Вот такие вот сообщения, друзья. Итак, пару слов о беросе. Правильнее, берос по-гречески, ну и беросос по-латыни, или низимная форма катского имени, белуцур, так считается, или белриушу, или по-древнерусский верос, около жившей 350-340-й, мол, и в 280-270-й годы до нашей эры. Вавилонский историк и астролог эллинистического времени, жрец бога Белла в Вавилоне, современник селепкидского царя Антиоха I Сотерра, которого царствие приписывается к 281-261 годам до нашей эры. Белорус прославился написанным им на греческом языке сочинением, не олинском, скажем, но уже, естественно, переведённым на новогреческий по истории древней месопитании, вавилонская халдейская история, вавилоника, халдика, в трёх томах, которые он посвятил Антиоху I Сотерра, Возможно, что Беросу принадлежит особый труд по астрономии, название которого известно в латинском варианте «про-кре-а-ти-о». Однако под данным названием могут упоминаться отрывки из первой книги исторического сочинения Бероса, о которой писал он о сотворении мира. Ну, сведения о Беросе и его сочинениях сохранилось до нашего времени в отдельных отрывках, воспроизведённых рядом античных и средневековых авторам на различных языках – всеармянском, сирийском, древнерусском, греческом, латинском. На Беросе в основном через хронологические, в меньшем мере, через социологические выдержки ссылаются некоторые позднеантичные и средневековые языческие христианские писатели, поэтому полностью его вычеркнуть не удастся никому, кто исследует литературные источники, литературно-исторические. Антично-греко, латинская традиция, выделяет Бероса, мол, как автора, писавшего на греческом языке, о нем упоминает Аполлодор Афинский, Александр Полигостер, Милецкий, диксограф Айти, и вот Иосиф Лавий, естественно, Клеомед и так далее, географ Павсаний, философ Кладий Алиан и так далее. Многие, кто его упоминают, но в основном вот эти вышеперечисленные. Помимо этого еще и Эвдема Родовского, жившего небы в IV веке до н.э. приводится отрывок к соответствующей космогонии вавилонской поэмы «Энума» – «Элиш», когда наверху. Взятый, очевидно, считается из Бероса. Немного позже, заимствуя у Эвдема имя Бероса, при этом он не упоминает эти сведения из халдейской теологии, приводит философ Дамас Ки Диадох, живший уже в V-VI веках н.э. в началах своей эпоории. Имеются выдержки из Бероса и на латинском языке. Их приводит архитектор Мак Вентруй Виполеон, об архитектуре в статье философ Луциане Сенека-младше, писатель Рудид Гай Плиний-старший и римский грамматик Цензорин. Как говорится, на этом источнике Бероса не кончаются, но, вернее, продолжаются уже в христианской, так называемой, литературе. Греческие писатели его упоминают Теттиан, Теофил Интиокский, Климента Александрийский, Эвсеби Памфил Кисарийский, Георгий Синкел, о котором мы уже говорили, который нас особо интересует, но он, видно, просто как источник, перечисляет многие другие сообщения и составляет хронологию, естественно, как по Беросу, так и по Манифону и так далее. Среди латинских христианских писателей о Беросе упоминает Квинт Септимий Флоренс Тертулиан в своей апологетике. Среди армянских писателей есть о нем сообщение у историка Моисея Хоренского и переводчика всевозможных наармянских трудов эльдинских и греческих писателей. Так вот, основная книга «Небыто вавилонская история» вавилоника Бероса состоялась из трех книг. Она представляла собой развернутую картину исторического развития Месопотании от сотворения мира до владичества Ахименидов. Книга, очевидно, призначалась для греков и Македония, прибывших в регион в 331 году до н.э. Подобно своему древнегреческому коллеге, жрецу-историку Манифону, также писавшему свою египтику в условиях повышенного интереса эллинистических греков к истории Древнего Востока вследствие из воевательных походов Александра Македонского, Берос основывал свой труд на аутентичных и достоверных материалах с храмовых и царских архивов и библиотек. То, что это так, возможно. Но а каковы сами эти архивы, какие там упоминаются хронологические даты и события, это уже другой вопрос. Правдивые они или, в большей степени, мифологизированы. Берос писал в стиле хроники, оспаривая греческие взгляды на историю Востока. Сочинение Бероса обладало, считается значительной исторической ценностью, несмотря на насыщенность материала мифологического содержания. Ну, для кого мифологического, для кого, возможно, и реального. Его сочинение охватывает события от начала мира до потопа. От потопа до Набонасара, то есть до 747 года до н.э. Как считают историю книга 2-й, от Набонасара до Александра Великого в книге 3-й. Первая книга сочинения Бероса посвящена истории допотопной Месопотамии и содержит по большей части обработанные религиозные тексты и мифы. Обработано это так, но это же и интересно, в том числе цик мифов «Створение мира и человека». В частности, по цитатам других авторов, можно восстановить изложенный мавилонским жрецом рассказ о сотворенном благим богом мудрости и воды Ая, первом получеловеку-полурыбе Оаннесе, вышедшем из моря на землю, а также к космогонию древних жителей Месопотании и мифы о возникновении богов. Вторая и третья книги описывают события после потопа, то есть историческую составную часть сочинения Бероса собственно, историю исторического вилонского иного вилонского царства, ну, так как он ее почерпнул и представляет и, естественно, из архивов и хроник всевозможных предыдущих и также сирийскую империю он описал немного с приложением списка царей. Событием последних перед написанием труда веков подведена третья книга, которая, в частности, описывает падение Сирии, возвышение нового вилонского царства и персидское взаивание страны. Ну, вот, отмечают, что изучение, мол, древних клинописных текстов обнаружит соответствие и хронологических списков Бероса, а также известных нам, мол, деталей труда, например, имен семи братьев Оаннесса, клинописные надписи подтверждают достоверность книги третьей, как и исторического источника. По-другому же, уже предыдущий период более сложно научно обосновать ее достоверность. Продолжение следует... Продолжение следует...